Бывшие каталонские министры выходят на свободу. Верховный суд Испании освободил под залог нескольких членов правительства Пучдемона. В Брюсселе тем временем слушали дело каталонского лидера, что решил суд. Расскажет Елена Абрамович. Судебное слушание по делу Карлоса Пучдемона началось в 9 утра. Испанские власти ждут от бельгийского суда экстрадиции каталонского лидера. Мадрид обвиняет его и нескольких остраненных от власти каталонских министров, которые также скрываются в Брюсселе в организации бунта и хищении государственных средств. Бельгия получила от Испании европейский ордер на их арест. Однако бельгийский суд отпустил политиков на поруки. Сегодня судья в Брюсселе заслушал доводы сторон и взял время на размышления. Обвинения в европейском ордере на арест не являются преступлениями в соответствии с законами Бельгии. А в случае экстрадиции Испания имеет недостаточных гарантий для справедливого судебного разбирательства по всем требованиям международного европейского законодательства. Судья рассмотрит эти аргументы и вынесет свое решение 14 декабря. И если суд примет решение об экстрадиции, Пучдемон и его соратники смогут еще месяц оставаться в Бельгии, подавая апелляции. Параллельно каталонский лидер ведет предвыборную кампанию. 21 декабря в регионе должны состояться местные выборы. Больше возможностей агитировать теперь и у других, отстраненных от власти каталонских политиков. Верховный суд Испании отпустил под залог в размере 100 тысяч евро шестерых из восьми бывших членов правительства. Под стражей оставили экс-вицепрезидента и бывшего главу МВД. Объяснили, есть риск повторения преступлений. Масштабные протесты с требованием освободить политзаключенных не стихали в Барселоне неделями. В воскресенье на концерт-демонстрацию собрались тысячи сторонников независимости. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.